друзья всем привет с вами схема сборки очередная серия по фиат мефистофелю мы подошли с вами к очень сложному и ответственному моменту собственно говоря после доделки некоторых мелочей нужно собирать этот пазл и тут меня накрывают некоторые мысли вы знаете со стороны кажется что так вот легко взять схему просто все собрать ну помимо технических моментов до что просто сложно это сделать пальцами и руками есть еще момент никого непонимания это вот именно пазл да ведь что сложного у вас есть несколько кусочков картинка и нужно просто собрать пазл но задача это кто собирал пазлы знает довольно сложно вот здесь тоже самое вроде у тебя все написано вроде ты уже подсмотрел миллионы фотографий знаешь что делать но каждый раз выскакивает какая-то мелочуха которая просто ты сидишь и не знаешь что с этим поделать совсем счастьем поэтому скажу что да очень тяжело конечно эту модель нужно собирать когда ты уже уверен в себе что ты профессионал моделизма умеешь профессионально справляться со всеми задачами у тебя широкий спектр скилла впрочем пока моя философия не стала похожа на нытье давайте перейдем к делу ну я пожалуй так и я вдоволь скорее занеси маме еф можно побыстрее я камера включена можешь побыстрее все это делать это основная сложность съема съема съемки блога дверь закрой пазал спасибо обуйся там да иди нахер собака и так я тут много чего понаделал все это касалось в основном мелочей тяжело даже вспомнить что я уже показывал что нет ну то есть я уже был готов к сборке помните мы примеряли нашу модель и потом я достал все что было в коробке и понял что там такая гора мелочи которую всю нужно красить окрасить нужно хорошо то есть это использовать надо аэрограф кое-где там хром который кладется на черную подложку общем махал аэрографом я как косарь косой долго и нудно как-то сделано все неудобно потому что я подумал она потому что эта модель а как бы переделка из металлической то есть если бы детали были в металле то в принципе все понятно но когда они пластиковые когда они хрупкие то все превращается серьезные траблы не знаю вот двигатель лежит перед вами то он настолько находится под напряжением что такое ощущение что он просто как знаете китайский чай такой в шариках раскроется весь и развалится очень хрупкая конструкция конечно в металле все бы это было намного интересней я кстати видел на ebay протаров скую модель я так и не понял собранная или разобранная 40 тысяч там с чем-то стоило ну скорее всего разобранная потому что собранная модель такого плана стоит около 200 250 в металле хотя я могу ошибаться not в пластике сколько она стоит я не знаю я бы ни за какие деньги не продал потому что очень уж сложна она в производстве но опять же ребята кто как собирает можно ее в принципе там за месяцок собрать все покрасить по-быстрому и склеить плюс если еще и скилл достаточный для меня конечно все это вспомните я одну раму сколько собирал месяц причина все та же это пазл пазл где надо понять что как соединяется что куда идет конечно второй раз чтобы это было намного проще но сегодня вот опять же остается еще мелочи постоянно ты находишь что-то что нужно доделывать я слегка доделал пол прошел его там низким пигментом он стал такой более черный особенно в щелях как-то не очень красиво выражаюсь но факт остается фактом давайте раму пока приберем что мне нужно сделать мне нужно соединить приборку перегородку и обтекатель плюс мне нужно изготовить заднюю стенку то что я хочу это сделать но как отмерить там внутри я не знаю конечно вы закидаете советами что можно было там пластилин как он налепить еще что надо понимать глобальная усталость которая приходит с этой модели знаю пока просто не решил как-то это сделаю по-любому но как не знаю но опять же одно дело собрать второе дело сделать это качественно тут очень много моментов возникает во первых нужно высверливать отверстие под сиденье во вторых здесь были такие специальные лючки регулирующие как я понял тяги к педали сами педали где-то у меня лежат их нужно приклеить лючки скорее всего делать не буду потому что это дерево хрупкий материал он склеен супер клеем вот лючками я пожертвую ради того чтобы пол был деревянный уж извиняйте да короче козни мефистофеля не знают границ сегодня все решили прийти в гости сегодня праздник вообще выходной погода замечательная может быть плюнуть на хрен этот моделизм и погулять семьей короче суть в чем каждая деталь за которую берешься в этом мефистофеле требует дополнительной работы и наверное эта серия будет какой-то начальной по уже финишной сборки мефистофеля давайте пока никто еще не пришел не вышел я расскажу что сегодня буду делать это ветер меня тут все повываливалось по что все надо клеить ну а вот это вот блин ладно короче я тут пытался сверлить сидеть блин а тут все вывалилось это я смогу починить ладно с приборкой отдельный разговор сейчас разговор идет о днище я приложил оригинал пытался просверлить дырочки под сиденье с которым будет отдельная серия начал втыкать не втыкается по и чушь я такой дурак не умею сверлить отверстие потом начинаю втыкать в оригинал еще вы думаете в оригинале не втыкается ох уж этот мефистофель ладно теперь у меня короче сиденье втыкается нужно сделать заднюю стенку я вот честно говоря не знаю может быть менее не делать очень она проблемная не знаю решим но здесь я еще на одной из моделей увидел вот тут на ступенечке что был такой металлический лист видимо очень сильно там что-то грелась или ну для какой ну защита общем какая-то стояла металлическая посмотрю на фотографиях если там она есть то приклею сюда алюминиевый скотч и заматирую его смывкой чтоб она сильно не блестела вставлю педали займусь сиди сидушечкой да пожалуй так и сделаю еще один вопрос который у меня зависит откуда собирать мефистофель на фотографиях по сборке я видел что начинают собирать решетки она мне кстати вот не помню показывал ее на видео нет сделал я вот этот медный проводок конечно тут решение аж горю все под металлическую модель ты припаял проводок он держится тут нам предлагают супер клеем приклеивать медный проводок к пластику покрашенному крышка единственное что у крышки выход прямо на самом оригинале он в бок и она так обходит надпись я так сделать не получилось потому что все очень хрупкая а руки у меня довольно таки не с того места растут поэтому сделал так я к чему что начинают собирать с приборки потом вклеивают двигатель потом уже обтекатель по схеме нам показано с точностью да наоборот сначала обтекатель потом двигатель потом уже приборка с прикрепленными к ней трубочками и вот как решить эту задачу я не знаю я пожалуй буду просто примерять несколько раз одену сначала кокпит делается это не так уж и сложно все приборку не ломать берем пол берем наш обтекатель тут не так все просто не знаю нет здесь каких-то четких пазов куда все можно вставить и вперед единственный паз который регулирует отношения всей этой модели это вот здесь защелки которые сажают сам обтекательное место но опять же чтобы попасть в эти защелки надо сильно помудачиться я встану просто работать с этой моделью сидя невозможно она просто не хочет нас никуда входить как-то подцепить все это тоже нереально буду пытаться но сейчас как чуть хрустнет как сломается что ты будешь делать его не зашла его идея тебе уже больше налила я стою тебя жду не унижать надо дадим а немножко это я снимать пытаюсь как всегда вот и когда мы с горем пополам и в захлопни пожалуйста дверь уже затрахала все когда мы с горем пополам нацепили наш обтекатель наверное я все-таки так и сделаю потому что потом мы вставляем перегородку кстати где она и все это надежно склеиваем здесь понадобится ведро супер клеем чтобы все это стало на свое место хорошо зафиксировалась и только потом наверное будем одевать двигатель он у меня в ужасном состоянии если честно выглядит красиво спору нет но именно доточить до состояния прямо идеала не получилось плюс тут не одеты еще множество медных проводов совать куда которые я не знаю и плюс торчит вот эта хрень из-за которой просто просто так не получится одеть этот двигатель на не даже сейчас попробую это где-то не влазит а ну конечно не влазит он тут зацепился эту надо вгонять юшкин кот да потом я его одену и начну пытаться совместить все эти детали были красиво получаются базара нет но сложности и море все любят нервов моих не хватает сегодня такой день все туда-сюда ходят я выключу камеру буду доделывать сегодня все эти мелочи использовать все возможные хитрости заходите давай собака сразу тихонечко ложись в углу не беси папу вот на этом не знаю я вынужден закончить сегодняшнюю серию и наверное когда пододелаю все мелочи мы с вами начнем уже конкретно сборку этой модели все ребят пока моделируйте моделируйте так чтобы никто вас не беспокоил давайте счастливо пока